Первый этап строительства моста, появление которого ждали тысячи жителей региона, официально завершен. Фрунденский мост начали возводить пять лет назад. Его протяженность 667 метров. Процесс монтажа и сварки всего пролетного строения продолжался один год и девять месяцев. Общий вес металлоконструкции более 9 тысяч тонн. Главная задача мостового перехода – соединить центр Самары с Куйбышевским районом и новыми микрорайонами. Все население, особенно жители Куйбышевского района, почувствовали существенное облегчение. Насколько стало проще, легче добираться в центральную часть города, с левого берега реки Самары, с Куйбышевского района, с Сухой Самарки, со 116 километра. Из Волгаря люди до центральной части города добираются в течение 10-12 минут абсолютно без пробок. Сейчас на трассе осталось установить автоматизированную систему управления дорожным движением. Здесь осталось в рамках АСУДД и СМИКа поставить оборудование предусмотренное. Это АСУДД – автоматическая система управления дорожным движением и СМИК – система мониторинга инженерных конструкций. Светофорные объекты уже установлены. В данном случае идет о организации движения, потока движения по мосту и по развязкам. Второй этап возведения мостового перехода уже начался. Он включает строительство четырехполосной магистральной улицы, которая будет выходить на трассу Самара-Волгоград. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом Владимиром Путиным. Напомню, Самарская область – в числе лучших регионов страны по реализации данного проекта, о чем ранее губернатор Дмитрий Азаров напомнил в своем послании. Подрядчик приступил и к проектированию третьего этапа строительства. Он предусматривает мост через реку Подстепновка и развязку на Страмиловском кольце. Лариса Шлафаст, События.